Все, ребята, процесс оккупации квартиры пошел. Всем привет. Завтра будет машина, а сегодня вот так вот. Расскажите мне, ребята, а вы пользуетесь стаканчиками дома? Меня это удивляет. Красиво. Видите, уже начали захламление. Да не только тут. Смотрите, ребята, как я это все расставила. А тарелки обычные куда? Сюда вот. А что это у тебя за чашка такая вся в котах? Какая? А, это мамина чашка. У тебя есть чашка и с котами, и с собаками? Конечно. Ого, ребята. Веря, это что это у тебя за детский паинчик такой? А, какой. А, это удобно для сока, кстати, ребята, очень удобно. Я сюда сок добавляю всегда. Ого. Так, ребята. А где крышки от красных стаканчиков? А, где это? Ну, где это? Где отставки, да? Нет. Ого. Не склалось. Я гадалася. Ну, вы читали комментарии очень позитивные. А почему ты шла и курки не забрала? Блин, и вообще. Что он? Какая разница? Ну, эти заберут. А, ничего. Три, четыре, пять, шесть, шесть. А вы же знаете, что свой соус надо в холодильнике хранить после открытия? Нет, не знаю. Там же написано на упаковке. Он же портится. У нас не испортится. Ну, мы ее лезть хочется. Мы ее не знаем. А, блин, а полотенник мы не протираем? Нет. Чтобы протереть в холодильнике. Понятно. Молодость. А куда ее пихать? Ну, куда? Давай сюда вот подбрасываем по полотенце. Нет, куда? Вот сюда, в верхний ящик. А потом, когда я поддом принесла. А ты там протирала, говорят? Что? Внутри протирала? Да, видите. Какая умничка. Ой, еще что-то для новой квартиры. А, нет, это перчик. Да, это для ста. Он составит. Что это такое? И это пока ничего. Это сахар. И это туда. Будьте туда. Слушайте, а что вы с сумки этикетку не срезаете? Не знаю. Не срезали, не срезали. О, какая у вас модная чеснокодавилка. Ничего себе. А что это у вас за букашка-таракашка? Да есть такая у нас букашка-таракашка. Зачем вы ее перевезли? Нравится она, мам. Ребята. Как вам это? Мама, а это что? Е. А это удобно. А где крышка? Где-то потерялась, но мы ее найдем. А зачем ты тут хранишь ватные палочки? Это же под трубочек. Ну и что? Зато очень удобно. Подобишь, что куда-то поможешь? А что вы этой розовой пастой попользовали сегодня сейчас везде в интернете? Нет. А ты просто так сюда перетащила? Ты бы ее там оставила, убираться там. Так я ее туда перетащила. А, тебе нравится? Туда-сюда. Я так же думала, что я ее тут... О, смотрите, какие бельчата. Бельчата. Ладно, что это? You're welcome. О, ребята, смотрите. А, слушай, это ведро с под майонеза какое-нибудь? Где ты берешь это хламье? Я не знаю. Нет, я такой наивный. А что ты тогда раскладываешь? Нам с ребятами интересно. Это временно, папа. Это все временно. О, крабики твои, Виолетта, посыпались. А что, дайте, упаковка с под обувью там? Я ставлю упаковку с под обувью. Убавь там. Обувь там? Да. Сколько у вас этих термосов? А голубой откуда? Это что-то новое. Это какой-то голубой? Вот этот. А, это первыми самые термоса. Это и старыми. Это ты его обклеила миньонами? Да. Понятно. Они подклеиваются, да. А ты паильник свой розовый туда можешь запихнуть. Да, мне так и делали. Ого, ребята. И вот эти вот тут у нас еще есть белья. Ага. Ого, ого, ого. Это когда мне брекеты снимали, мне даже подали. Мама, расскажи мне, вот мне интересно. Я думаю, ребятам тоже. Ты хоть один ананас открыла с этим? Да, я открыла. Мама не открывала. Маша, удобно? Да, удобно очень. О, варенье. А варенье вы в холодильнике храните? Нет. В смысле? Это все после открытия надо хранить в холодильнике, ребята. Не начинай. Ну там написано на упаковке. Слушай, ты вот так расскажешь, что вот я в своей жизни не делала варенье, его не закатывала. И что, ты после открытия не хранила в банке? Не хранила в холодильнике? Нет. Ребята, напишите маме, что всегда, когда закатку открываешь, ее ставишь в холодильник открытый уже. Да, напишите маме. Ну как? А как? Смотрите, у них есть один утешитель. Дай мне банку с вареньем, я прочту. Может, я не права? Так, ребята, ингредиенты, калории. Смотрите, мне так через вас не видно, но я буду вам Виолетта показывать. Строу-бори-джем. Та-та-та. All notes. Так. Ну, на ней ничего, по-моему, вообще не написано, но, по-моему, это очевидно. Нет, не очевидно. Мамочка, вот это надо сюда. Ну, ты после того, как открываешь, попадают бактерии. И начинаются процессы брожения. Мам, оно так не происходит. А вот сюда, вот сюда ставь. Куда? Вот сюда ставь. А, вот написано. Рефрежерейт? Нет, мам, это для этих. Ой. Сюда ставь. А ну туда, о, хорошо. Ребята. Рефрежерейт after opening. На банке написано для всех. Подождите, что-то вы не в фокусе. В фокусе. Для всех любопытствующих на банке. Ставь, мам, в холодильник, да? Маленькую, маленькую. Я думаю, что... А свой слово ставить в холодильник, если оно уже стоит несколько месяцев вне в холодильнике? Все равно процессы хотя бы какие-то slow down. Все надо выбросить. По-хорошему. А я предлагаю вам выключить. А что? Ну, не для кофе. Мама, ты анной тоже? Что я? Раздражена? Нет. Моими советами. А ты, Виолетта, раздражена тем, что ты ела просроченная вареница? Нет. Все в порядке, да? Ну, говорим. А стаканчики поставила тебе? Нет, эти я пока выставила. Лучше мы с них что-то попьем и выкинем. Зачем? Потому что они лишние, там некрасиво. Посмотрите, ребята. Вот эту банку туда ставь. Идеально. Вот тут вот, до вот этой планки. Вот эту банку туда ставь. Нет, я туда ее не буду ставить. У меня друг... Почему? Поставь туда эту и рейхи. А можно эту? А что, вы запасы туда вниз не поставите? Не надо. Вот туда поставь. Это то, что нам не очень надо. Вот туда. Вот то, что нам не надо. Зачем вы это перевезли, выбросили и распрощались вы? С чем? Со снеками? Они нужны, но не очень. А ты в школе собираешься кушать? Не знаю, я попробую. Я думаю, там вкусно. А сколько стоит еда? Не знаю, не знаю. Ничего, мы этого не знаем. Ты спроси сегодня про локер. Что, я чайник пойдет? Вот сюда поставь. Ты про локер сегодня спроси. Да. И про автобус. Надо ли спрашивать или нет? Надо ли сообщать, что ты не едешь на нем? Спасибо. Блесси. Спасибо. Вы довольны? Да. Мы очень довольны. Вот Виолетта любительница расставлять. Да, я очень люблю Виолетта расставлять. Если вам надо расставить, зовите. А зачем вы приправы наверх заперли? Ну, потому что оно удобно. Я до них дотягиваю спокойно. А вы их не используете каждый день? Не использую. Каждый день? Ну, каждый день нет. Мы используем часто. А перец вот тут был где-то. А мама дотягивается до горлика? Надо мне дотянется. Мама, тебе надо пожертвовать один маленький контейнер, чтобы туда заварочку перевалить. Чтобы было красиво. Это красиво. А ты готовилась к тесту по-английскому? Нет. А зачем? Просто спрашиваю. Не готовилась. Нет, ну зачем? Просто у меня все равно был у учителя. Понятно. Я просто спрашиваю. Ну, а зачем врать, если... Да я не говорю врать. Я спрашиваю, ты повторяла что-то или нет? Ты за два летних месяца, может, забыла все. Может быть, значит, нет учителя, который подходит мне по уровню. Или будет мне предполагать все ту уровень, который мне нужен. И все. Я буду учить английский. Это ни на что не влияет, ребята. Это просто влияет на то, какой уровень английского мне будет преподавать учитель. Понятно. А расскажи мне, ты какой уровень математики выбрала? Там были разные шалгебры, наверное. Не знаю, я без понятия. А как ты так? Я спросила, если что, на всякий случай, то что я... Ну, я просто не понимала от этих вот слов, когда подразделения. А какие слова были? Когда подразделения, я не помню уже. Ну, ты понимаешь, что там ты могла выбрать либо очень сложную, либо очень легкую. Я понимаю. Если я выбрала очень легкую, я просто подойду. Я спросила специально, что можно поменять по ходу года уровень. Я сказала, да, без проблем. Просто подойди ко мне, скажи то, что мне не подходит этот уровень, мне нужен выше, и все. Ну, ты же понимаешь, что тебе надо брать самый высокий, который ты можешь подтянуть. Да. Конечно, я понимаю, я же не собираюсь. Мам, тебя волнует уровень математики? Это для колледжа очень важно. Чем выше математику ты возьмешь, тем лучше шансы. Понятно. Ты не волнует вообще? А как? Ребята, я хочу сейчас... Меня волнует. Зачем? Зачем? Не надо. Я хочу положить щетки. Не надо. Какие щетки? Леточка, просто их открой и положи. Нет, я так не достану. Леточка, я... Ле... Это бесполезно, да, Вик? Я не хочу страховать. А ты там протирала? Я протирала. Понимаешь, вчера протирала, сегодня. Виолетта протирала все это. Вот этот стол я протирала вчера. Ты там в шкафчике проверяла? Да. Ты протирала? А сверху пыль протерла шкафчика? Вот это? Да. Нет. А ну, мама, дай ей салфеточку. Нет, не надо. Не надо. Сейчас мне надо этим заниматься. А чем они вообще так отходятся? Я спустя отходятся. А чем вы их под раковину не положите? Как их вообще оттуда доставать? Обычно. Да-да, смотрите. Теперь вы можете все свои паки туалетной бумаги сложить наверх кухню. Зачем? А ты наверх кухни складываешь? Нет. Фу, нет. Мы так делаем... В общем, ты даешь такие салфетки. Ну, где вы их сложите? Там у нас есть органайзер в туалете. Ты можешь пройти и показать. Мы вам показывали ребятам. Там есть у нас... Вы там будете запасы хранить. Да. А как их доставать? Только так залазить и доставать? Да. Мам, ты готова залазить, когда тебе нужна новая губочка? Нет, я готова посылать в Велику. А соды зачем ты туда пихаешь? А зачем? А кто пользуется так частой содой? Для частой? А ты для чего выложила? Это чтобы, верю, вот сюда положить ее. У нас есть такая прикольная жабка, ребята. У жабки есть губка уже. Да. У жабки есть губка? У нас жабка без губки. А, у жабки есть губка. Она держит губку у вас. У нас нет губки у жабки. Есть? Нет. Мам, я лично тебе это отдавала. Залезть это одно, а как? Слезть? Слезть тоже легко. А что ты этими протираешь? Они ничего не убивают. Они влажные, что ли? Это должно быть. Но они не убивают бактерии из твоих ног. Слушай, нормально, блядь. Выпай. Так вот у вас стоит этот, который убивает клоракс. А зачем нам? Какие там бактерии с ее ног? Интересно. А зачем ты сверху сухим вытираешь? Чтобы мокрое не было и влажное. Так оно же высохни через секунду. А зачем ждать? Ого. Так, ребята, смотрите, пока диванчика нет, импровизированный диванчик. Виолетта, ну что, ты к школе готова? А у меня завтра в школу. Ну, в смысле, ты только проснулась? Слушай, а ты что думаешь, завтра вдруг на переезд? Переездом буду заниматься я, у тебя школа. А у тебя завтра уже занятия прям начнутся? Ну да. А какой у тебя первый урок? Не знаю. Ты у себя расписание-то посмотрела? Мама, я тебе дала расписание. Где наше расписание? Где мое расписание? Нормально? Нормально. Где оно? Я не знаю. Если на столе его нет, то он где-то с забаком. Куда она завтра пойдет на какой урок? Откуда она знает? Зачем ты мне давала? Надо было держать, раздевать его. Да ты взрослая, мама, хоть что-то займешь. Сумочка есть. Если ты уже не позвонила в школу. Нет, ты ничего не сделала, это. То хотя бы расписание сохрани, ну, е-мое. Может быть, на столе есть. Но я не уверена. Я не уверена. Значит, надо будет, Лен. Ну, перераспакуйте коробочки. Ей нужна. Она же не знает, на какие уроки эти. Не надо было мне. Здрасте, приехали. Это странно. Я сама за себя ответственна. У меня для чего-то есть. Да? В 15, да. Такие вещи, да. Расписание в школу. Ты что думаешь? Мой дневник мои родители держали. В конце концов. У меня был дневник. Было расписание. Нет, я думаю, что мои родители все знали. Ничего не знали. Какие события будут. Они знали, что я в 9 иду в школу. Все. На этом знание оканчивалось. Я не вижу. И что я в 2 прихожу со школы. Все. Привет. Не привет. Они не знали, первая у меня математика, физика или химия. Так, в смысле, она тебе еще и листок дала просто сохранить. Вот именно. Зачем? В смысле? Никогда я таким не занималась. Вот этот листик надо было положить к себе. Надо было первых. Почему я тебе не верю? Слушай, бабушка всегда знала, какие у меня уроки. В чем тут у тебя? Когда я буду бабушка, я тоже буду знать, какие уроки у моих. Тебе надо, когда найдешь этот листок, Виолетта, сфоткай на всякий случай пару раз. Это сразу надо было сделать. А ты что не сфоткалась и сразу? Или не подсказала? Если ты знала, что это сразу надо сделать, что ты не подсказала? Я вообще упустила этот момент. А как его теперь найти? Ты же знаешь, что между уроками перерыв 5 минут. Ты зря ушла тогда. Ну понятно, что был твой день рождения. Рассказывали это все наверняка. Тебе надо сразу, как ты выходишь из одной... Наверное, и уокера выдали уже. Я свой уокер не получила. Потому что в письме ребята было написано, что выдаем уокера. Тебе надо сегодня спросить. Еще танец они какой-то учили. Удруг это будет вот этот первый день танец какой-то. Послушай, тебе надо будет... Я буду как лобух. Послушай, Виолетта, после английского, когда напишешь, тебе надо пойти в офис, вот там вот, где ты классы выбирала, и, наверное, это все спросить. Про локер. Хорошо. Спросить, можешь ли ты получить копию своего расписания. На всякий случай. Спросить про... Что тебе еще надо? Автобусы. Автобусы. Спросить, надо ли предупреждать, если ты не приходишь на автобус. А, надо еще спросить до этого девушку, которая меня везет, это будет ли она везти меня всю неделю. А зачем это тебе? Лучше на автобусе есть, с ребятами познакомишься хотя бы. А у меня будет какое-то место там или что? Или это просто роддомно? Роддомно, но ребята будут одни и те же ездить. Тебе надо узнать, автобус, какое время, с какой остановки. Ты не знаешь, откуда он уходит? Нет, она не знает. Надо все это спросить или узнать, где ты можешь это посмотреть. То есть ты прям иди и спрашивай. Какое время? Виолетта. Какое место? Это важно. Ты не можешь это меня не спросить. Надо ли предупреждать или нет? Вот меня завтра не будет. Я это уже сказала. А тебе надо в школу позвонить, сказать, что она будет отсутствовать. И узнать. Может быть, ты можешь сказать, что ты будешь отсутствовать. Подросток не может сказать. Это должен сказать родитель. А родитель не может сказать. Ну тут напиши себе на бумажечке, переведи и зачитаем текст. Да, кстати, подросток не может, потому что это, ну типа, разрешение от родителя. Значит, переведите себе бумажки? Дура. Без разрешения родителя просто это рандомно говоришь. Ты чего, не хочешь на занятия? И мне просто... Ребят, мы вчера переключали электроэнергию с одной квартиры на другую. На счет. Это нечто было. Мам, тебе надо когда-то поровнее сесть. А что такое? Ну ты как-то очень странный угол. Я тебя не могу снимать нормально, потому что ты исключилась, как гусеница. Ну теперь получше. Теперь хотя бы могу не только голову снимать. Так вот, ребят. Ну я снимаю тебя чуть ниже груди. Чуть ниже груди. Тебя всю можно снимать? Ты снимай меня всю. Хорошо. Так вот, ребят. Ну я спрашиваю, ты потом недовольна, как я тебя снимаю. А ты всегда по-уродски снимаешь. Поэтому я спросила. Да. До этого я только твою голову снимала. Так вот. Ребят, и особенно мне понравился момент. Когда начало идёт, общение с роботом. И надо диктовать цифры определённые. И вот фиолета их диктует. А робот ей говорит. Я тебя не понимаю. Ещё раз, ещё раз, ещё раз. Я Белете говорю. Ты посмотри, какая классная практика английского. А робот никого не понимает. У тебя будет практика английского с живыми людьми. Когда ты позвонишь и скажешь, что твоего ребёнка не будет в школе. Ой, боже мой. С роботом справилась, не с женой, ничего. Я там тоже справлюсь. Я же вам уже вчера справилась. С каким? Ну, мы потом с женщиной говорили. А. И большинство текста я говорила. Молодец. Ну, подготовься к школе, чтобы сказать текст. Она не может сама себя отпросить. Виолетта, подожди. Стой, стой, стой. Полежи. Послушай меня. Пусть полежит до завтра. Ты, может, передумаешь. Если нет, то выбросишь. Я не передумаю, потому что она уже испортилась. Послушай, пусть полежит. Утро вечера мудренее. Она уже испортилась. Что испортилась? Вот тут вот видно вот этот вот рубец. Я хотела это повесить на стену. Ребята, вот вы понимаете, вот что маме дать, оно изглавняет. Я целый год, оно было вот... Я тебе сказала, положи картонную коробку, оно перевезти нормально. Ребята, целый год, вот когда мы жили в наших апартаментах, я специально ложила, если что переставляла. И оно было ровно, всегда у меня лежало ровно, аккуратно. Потому что я хотела, я мечтала, что я когда вот зайду в свою комнату, я куда-то прибэшаю его на стену куда-то. Теперь я его не прибэшаю. Лиолетта, послушай, его можно поставить... Вот послушай. Я не хочу это ставить в рамку, это убожество. Нет, почему? Все награды всегда в рамках. А это не награда, это был другой прикол в нем. Ну так теперь прикол, она потрепана жизнью. Нет. Вот подожди, подожди, вот послушай, сестру. Послушай, ну что случится, если ты его завтра выбросишь? Потому что это про еду по мне, потому что мама начинает это коллекционировать. У него ненужные баночки уже. Так, подожди, там вроде бесплатная еда. Какие ненужные баночки? Нет. Нет, какое бесплатная еда? Так вот, там написано про еду. Может, еще можно получить? Иногда это был срок специальный, вот. Где срок написан? Ну вот тут вот есть даты. Ну, может, и все... Иногда на предъявителя, акции есть на предъявителя. Я не хочу этим заниматься, кто этим будет заниматься. Мам, ты будешь заниматься? Мам, он не будет заниматься, у меня лично много работы. А то теперь там точно есть заломы. Незаместимые жизни. Мама, что скажешь? Вот, Виолетта рассказала, что очень вкусный запах у крема для тела. А ты мазалась уже? Нет, я точно не мазалась. Мама, ты мазалась? Нет. У мамы свой есть. А у тебя какой маз? С каким запахом? Ребята, она ушла в ночь. Бывает. А щетка, ты пользовалась уже? Да, я же вот эту, я могу вот эти вот поехать. Ария, ты рассказывала ребятам, понравилось или нет? Нет, мне понравилось, я не рассказывала, честно. Я даже твои подарки не показывала. Что? Я даже не показала. Я не знаю, как это. Ребята, подожди, напишите, вам интересно. Ну хочешь, сейчас можем показать. Давай, пойдем. А мне только мои, что там, это не только мои подарки. Вот, эти все. Нет, это на них все. А что это за свечка у тебя? Нет, это свечка я тоже хранила специально для своей комнаты. А, надо нам понюхать. А откуда это? Это из Таргета? Да, из Таргета. О, пахнет так хорошо. Что написано? Pineapple Coconut. То есть она очень вкусно пахнет. Ну, и что за подарки? Не знаю, цвет духи, ребят. Как-то видает. Ну, смотрите. Это книжки Гарри Поттера. Я не знаю, куда вообще мне столько книжек. Подожди, ты это добавила в свой wish-лист. Нет, я это знаю, что я добавила. Ну, короче, ребята, у меня уже столько книжек. У меня Перси Джексон книжки. У меня вот Гарри Поттер книжки. У меня еще я купила... У тебя такой грязный тапок? Да. Это... Ребята, вот грязные какие-то улицы стали в Америке. Мои бедные тапочки, их надо помыть. Смотрите. Подожди, что? Какие у тебя еще книги? А, вот. Потом я купила от Тома Фелтона авторскую книгу. Где чем? Я ее почти уже прочитала, кстати. О чем? Она... Она о его жизни вообще. Вот. И потом там есть, что происходило за кадром. А мне пока нравится все. Вот. Ты же знаешь, вот эту коробку, короб, не выбрасывают. В ней вот так книги должны стоять. Нет, я не знала. Ну, я тебе расскажу, пока ты не выбросила. Я вот так вот повернуть потом? Нет, книгами. Они удержат их вместе. А, хорошо. Прикольно. Ну, потом вот такой вот шипонер сделала. Bookshelf. Да. Вот. Он такой вот интересный. Тут идут полочки ровные. Да. Вот. Идут полочки ровные и такие более большие. Разного размера. Да, разного размера. Потому что я думала, если вот мне подарили еще лего, если мне понравится собирать это лего, я буду... Ты можешь его наверх в полке поставить, это лего? Да. Оно как раз будет как горшок цветом. Видите, это орхидея. Да, вот. И там есть целая коллекция. Там нарисована, сзади коллекция? Нет, тут не нарисована. Но там есть еще суккуленты, еще что? Вещь, 18+. Не по возрасту тебе. Ну, ничего страшного. Она выросла. Теперь переходим к более детским. Ну, ребят, это такой шокер. Я считаю, что нормально. Нормально. Он большого размера. Да, то есть очень хороший шокер. Так, тут открытка. Потом мне подарили вот такого вот осьминожка. Ты можешь показывать в каком-то настроении. Да. Вот, это веселый осьминожек. Ну, ты же Violet. Поэтому он Violet. Да, класс. Вот. Потом мне подарили вот такой вот постер с грибами. А, ты уже развернула? Да, я уже... Ты же хотела постер с грибами. Да, это было, ребята, это все, ну, почти. А, ты понял, что это вот в этой держалке? Да. Да, конечно. Мама, ты видела постер с грибами? Понравился? Вот. Ну, я... А Лего понравилось? Лего? Лего понравилось? Там есть еще суккуленты такие. Да. Вот. Я думала, что я этот постер повешу. Ну, так как у меня будет я, как планирую, кровать поставить вот так вот. А, ты решила так ставить? Да, то есть это хорошая идея, если она станет. То есть если она... Станет. Станет. Вот. Поэтому я думаю, что, может быть, я повешу как-то поверх вот этого. Да, вот так, ниже, чуть ниже. Да. Мама, а как тебе идея с кроватью? Так. Как-то. Мам. Или вот так вот, в центре. Что? Да. А ты слышала про идею? Ну, он же деревяшками там будет. Да, да. Ну, сюда надо... Я думаю, это выше, потому что сюда... А, ну, я могу крючок. Ты можешь крючок повесить. Да. Ну, и вот сюда вот, может быть. Я думаю, что он довольно узкий. Нет, я не думаю, он туда не влезет сто процентов. Ну, ребята, мы посмотрим. Я буду очень рады. Если он туда не влезет... Я просто туда куплю какой-то. А этот ты можешь сюда поставить куда-то. Возле кровати. И использовать его и как night stand. И как... Ну, знаешь, типа, что-то положить перед сном. Ребята, ну, посмотрим. Потому что... Короче, ребята, ждет куча интересного контента. Это точно. Что там мама делает? Пойдемте посмотрим, ребята. Ничего, домой идет, мама. Так я только пришла. Ну, что? Что у меня за карма? Мам. Остановись. Я как не приду, ты вечно уходишь. Ну, у меня полно дела. Мам. Ты можешь пять минут со мной провести? Я нашла время. Я обо тебе, может, заскучилась. Ну, ребята, я думаю, что если я воду один раз добавлю из-под крана, со мной точно ничего не будет. Вот. Я еще и разбавлю, потому что я никогда чай даю. А ты могла лед кинуть? А где он? Ну, что в холодильнике? В этом поддоне. Это вот это? Да-да-да. Посмотри, там есть лед? Там нет. Значит, надо включить. А там что в этой штуке лежит? Если можно. Не-не-не, потом он туда нападает. Она поднимается уже. Мам, лед не ховывается. А сколько будет падать? Смотрите, ребята. В смысле, сколько? Сколько льда? Да. Ну, будет падать и падать. Вы слышали? Я опустила. Посмотрите, она поднимается. Она как-то выглядит сломанной. А, нет. Слушайте. А как-то не надо. Виолетта же хотела лед. Смотрите, там такая система. Ну, посмотрим. Да. Ну, попозже. А что ты? Я же Виолетте рассказывала, что если падает что-то, вы не пугайтесь. Это в холодильнике лед. Он довольно громко падает. То есть там же мясо, там же лед. В смысле, мясо ты в этот поддон не кладешь? Ну, рядом мясо. Так оно же замороженное. Ну, как чай? Нормальный, обычный чай. А так еще стрим воскресный будет уже здесь? Да. Мам, да? А где? Да откуда-то я знаю. У вас же так... Как в квартире еще проведет. Нет, мы, ребята, мы уже переносим медведь завтра. Так что завтра будет интересно. Я надеюсь, что мама будет снимать. Мам, он уже на воображаемый диванчик села. Вот. Вот. Мы пока только воображаем, ребята. Только садимся на воображаемое. То, что можно сеть. Вот. Вот как-то так. Завтра мы перенесем все. Бежу пока лед упадет. Ну, наверное, это займет пять минут. Ну, наверное. Не знаю. Вот. И я надеюсь, что мама будет снимать. Мам, ты будешь снимать завтра? Вот. Потому что завтра будут грозчики. Ребята, напишите обязательно под видео, интересно ли вам, как осуществляется переезд в Америке. Ребята, мы начали разбирать кровать. Видите, мы на вот таком вот этапе. Вот здесь вот уже запаковали вот эти... Как они называются? Не помнишь? Ланели или как они? Без понятия. Но такие штучки. И сейчас, видите, по инструкции откручиваем. И вы знаете, когда откручиваю, я все время думаю, ну, кто? Кто так сильно закрутил, что невозможно открутить? Это точно, ребята. Посмотрите, у меня руки все красные. Ну, вот как-то так, ребятушки. Но мы справимся. И я думаю, слава богу, что мы это начали сегодня. А не завтра утром, как я вначале планировала. Иначе завтра приходит машина, мы бы точно не успели.